Новость, опубликованная немецким изданием «Фокус», бомбой разорвалась в западной прессе. Заговор. У Федерального управления уголовной полиции есть доказательства существования секретной сети среди высших военных чинов. 200 солдат элитных немецких подразделений сформировали тайную неонацистскую фракцию в Германии и планировали в день под кодовым названием «Х» развязать в стране хаос. Мы видим эту историю, она настолько фантастически звучит, это просто сценарий к какому-то голливудскому кино. С кем хотели расправиться заговорщики? Очень тенденциозно подобран список жертв. Это политики-либералы, политики, скажем так, с точки зрения немецких правых, ненавистники всего немецкого. И Афим Гауф, например, он возглавляет расстрельный список. Среди главных целей был глава фракции левой партии в Бундестаге Дитмар Бардж. Оказалось, что времена, когда поклонники идеи Гитлера боялись поднять голову, давно прошли. Безусловно, сегодня можно говорить о том, что праворадикальные идеи все сильнее и сильнее распространяются по Германии. Партия «Альтернатива» для Германии не стесняется озвучивать идеи правого радикализма даже в Бундестаге. Наши рок-музыканты также способствуют развитию в обществе правых идей. Раньше о музыкальных неонацистских группах никто не знал. Сегодня они собирают залы, устраивают огромные рок-фестивали. Почему ультраправые взгляды стали вновь популярны в Германии? Кому выгодно сегодня подогревать такую агрессивную идеологию в Европе? И как немецкие радикалы могут быть связаны с неонацистскими террористическими группировками из-за океана? Все подробности в расследовании политического детектива. Саксония, город Хемниц. Беспорядки здесь начались в конце августа, сразу после убийства местного жителя мигрантами с Ближнего Востока. Несмотря на жесткие действия полиции, правые активисты не покидали центр города несколько дней. Можете наблюдать, справа от нас водометы находятся. Я надеюсь, нас не заберут сейчас за то, что мы себя снимаем. Усиление происходит, большое усиление. Блогер Павел Дитце эмигрировал в Германию несколько лет назад. Сегодня он живет в Лейпциге, неподалеку от Хемницы. И когда в соседнем городе случились трагические события, молодой человек отправился туда, чтобы своими глазами увидеть, что там происходит. Ребята, могу сказать, что очень сильно напряжена здесь обстановка. Очень много находится полицейских. Дороги перекрыты. Здесь транспорт туда проехать не может. Очень много полицейских машин. Сейчас мы в данный момент пойдем к тому месту, где убили этого немца. Да, вот здесь произошло это преступление. Прям в самом центре. Протестные акции в Хемнице организовали движение патриотических европейцев против исламизации Запада «Пегида» и правая партия «Альтернатива для Германии». Партия, которая имеет здесь колоссальную поддержку внутри населения. Правда, что значит колоссальную? Ну, до 20% немцев, которые за него голосовать, родилась здесь в политической системе на фоне этих проблем с беженцами и миграционных проблем, и миграционных кризисов, которые сейчас расшатывают Германию. Под знаменами «Альтернативы для Германии» на марш в Хемнице вышли не только обычные граждане, но и радикально настроенные группировки. Всякие криминальные ситуации, связанные с мигрантами, возникали часто. А вот примеров самоорганизации толпы, кроме Хемницы, не было. Лет 10 назад в Германии невозможно было представить себе трактор, грузовик врезается в толпу людей, либо люди с ножами по поездам бегают, как это было в Мюнхене. Есть люди, которых просто достала вот политика бабушки Меркель, которая везет в страну все новых мигрантов. С бунтующими радикалами полиция с трудом, но научилась справляться. А вот что делать, когда нацисты окопались в самом сердце немецкой государственности? Германские спецслужбы утверждают, что в рядах германских спецслужб находилось достаточно много людей с очень правыми взглядами, которые пытались вести слежку за своими политическими оппонентами, в первую очередь за партии Леву. Но слежка – дело одно. Другое – создание тайной нацистской организации. Это состоявшиеся люди, это военные, профессиональные, это спецназовцы, военнослужащие бундесфера, объединенные одной общей идеей, что политика нынешних немецких властей рано или поздно приведет страну к неизбежному крафту. Очень мутное дело, очень запутанная история, как сказал бы Шерлок Холмс. Запутанная она с самого начала. Во-первых, по некоторым данным, саму историю уже как минимум год. Год назад накрыли вот эту группу заговорщиков, всячески пытались скрыть. Достоянием общественности это стало вот уже недавно. Что было в реальности и что было вымыслом, сказать однозначно сложно. Но выглядит это со стороны, на мой взгляд, все-таки в большей степени, как такая игра спецслужб по выявлению радикально настроенных военных. По некоторой информации, подполье насчитывало около 200 человек и действовало минимум три года прямо под носом федеральной полиции. Некоторые члены были из контрразведки, они получали информацию о ходе следствия и снабжали этой информацией своих коллег по организации. Тем самым, предупреждая их о готовящихся обысках и так далее, те успевали вовремя, значит, свернуть всю свою деятельность и переехать на новое место. Сложно представить, что высокопоставленные офицеры не имели и политического прикрытия. Самое интересное, что эти люди усиленно двигались на свои должности теми людьми, которые находились в Германии у власти. То есть ХДС, ХСС и, к сожалению, большому СДПГ. Какие цели преследовали подпольщики? И на кого хотели открыть охоту? По их словам, да, значит, когда наступит день Икс, они бы собрали в одном месте всех неугодных политиков, по вине которых, значит, происходит то, что происходит, ну и, собственно говоря, их бы казнили. Они планировали убить лидера партии «Зеленых» Клаудио Ротт, министра иностранных дел Хайка Мааса и экс-президента Йоахима Гаука. Что еще меня настораживает в этой истории, это то, что заговорщики не планировали совершение государственного строя, они спланировали серию политических убийств. А вот цель конечная в данном случае непонятна. Что на самом деле скрывается за историей с нацистским подпольем? Смотрите прямо сейчас в расследовании политического детектива. В начале октября, практически одновременно с рассекречиванием сети военных нацистов в Германии, ФБР арестовало в США лидера ультраправой организации 28-летнего Роберта Ранда, 29-летнего Майкла Мизелеса, а также их семерых соратников. Именно Мизелес спровоцировал резонансную бойню в Шарлоттсвилле. Тогда неонацисты атаковали сторонников левых партий. В столкновении погибла женщина. 19 американцев тяжело пострадали. Я сам чуть не попал под этот чертов автомобиль. Я видел тела, летящие от удара этой машины. Я видел людей и кровь на этой земле. Это мой город. Мы не хотим видеть здесь этих отморозков. В свою очередь Роберта Ранда обвиняют в участии в беспорядках в Сакраменто у здания Калифорнийского Капитолия. Там неонацисты столкнулись с антифашистами. В драке не щадили никого. В итоге минимум шесть демонстрантов попали в больницу с ныжевыми ранениями. Казалось бы, что может быть общего у американских радикалов с германскими? Примечательно, что весной 2018 года Ранда, Мизелис и Дели отправились в Германию, Италию и на Украину для празднования дня рождения вождя нацистской Германии Адольфа Гитлера, а также для встречи с европейскими ультраправыми группами. Несомненно, есть связь между правыми движениями в Германии и США. Например, в прошлом году в Мюнхене неонацист застрелил 9 юношей-мигрантов. Известно, что он сотрудничал с американскими группировками. Многие считают, что контакты американских нацистов и германских – только видимая часть закулисного процесса. Мы уже вспомним, в 1920-е годы австрийский художник Адольф Гитлер, он получал финансирование от волков с Олстри, поэтому в данном случае история может повторяться. Недавний визит в Европу одного из советников Трампа, который провозгласил создание альянса правых партий европейских, как противовеса либеральному крылу. И вот в этой логике нельзя исключать, что американская сторона заинтересована в взятии под контроль правого движения в Европе. Участие в этих европейских делах подтверждают и сами неонацисты из США. 20 ноября была опубликована запись интервью с одним из бывших членов американской группировки, на счету которой недавняя резня в синагоге в Питтсбурге. Костяк организации составляют бывшие и действующие военные. Атом Вафен состоит примерно из 60 человек. Когда я уходил оттуда, новобранцев было больше, чем действующих членов группировки. Если это вам о чем-то говорит. По словам Анонима, Атом Вафен готовит расовую войну и давно открыла филиалы в Европе. Нет ли здесь связи с тем самым нацистским подпольем офицеров Бундесвера? О правом радикализме в Бундесвере на самом деле говорят уже много лет. Давно прослеживается взаимосвязь между правыми радикалами, Бундесвером и секретными спецслужбами. Но конкретно эта история пока до конца не раскрыта. По этому делу у нас мало информации. Я не думаю, что их задержали. Их скорее вычислили. А что касается их дальнейшей судьбы, она остается неопределенной. Эти люди выдвигались на должности как некие гаранты охранения государства. Они позиционировали себя так, разумеется, не в коллективном качестве, а в индивидуальном. Как люди, которые сделают все для того, чтобы в Германии был порядок. И действительно, они для этого делали очень многое. Вопрос в том, как. Полиция до сих пор не огласила имен задержанных. Нет и документальных свидетельств самого ареста. То, что их сейчас как бы вычислили, показывает, что они как бы стали сейчас не нужны. Потому что, скорее всего, в Германии, во-первых, будет происходить определенная смена политической элиты. В Германии будет происходить определенная смена коалиции. И уж точно, что в декабре Меркель покидает пост руководителя партии. Очевидно, что внутренняя борьба в политической элите привела к тому, что ряд этих людей оказался засвеченным. И власть попыталась от них избавиться. Избавиться, как от людей сейчас лишних. Возможно, нацистское подполье не справилось с теми задачами, которые на него возлагали. В Германии нет неонацизма как политического явления. Но есть очень много различных политиков очень правой и ультраправой ориентации, которые между собой разрознены. Между собой по разным причинам не общаются на данный момент. Что не исключает того, что они будут общаться между собой потом. Что не исключает того, что они создадут некую единую политическую группировку. И что не исключает того, что они попытаются под эту группировку придумать некую более синтетическую идеологию. Более синтетическую, чем, например, у различных ультраправых небольших партий. Одной из самых популярных ультраправых группировок стало так называемое движение Рейхсбергеров. Что оно декларирует? Отказ от идентичности современной ФРГ. Отказ от идентичности современной Германии. Соответственно, эти люди обращаются к идентичности Третьего Рейха, Второго Рейха. То есть более ранних исторических периодов, имперских. Они сосредоточены в Баварии. То есть это такой как бы центр этого движения получается. Рейхсбергеры придумали свои паспорта. Создали теневой кабинет правительства. Со стороны может показаться безобидная ролевая игра в политику. Они уверены, что современная Германия – это искусственный конструкт. Последние 2-3 года контроль правоохранительных органов за ними усилился. Это связано с тем, что число Рейхсбергеров постоянно растет. На самом деле все думают, что Рейхсбергеры находятся под абсолютным контролем. Или что-то по их поведению всегда можно понять, кто они такие. Но это далеко не всегда так. По приблизительным подсчетам, только в Баварии уже 3,5 тысячи человек относят себя к движению Рейхсбергеров. Два года назад было громкое дело. Рейхсбергер убил полицейского. Так что существует серьезная опасность, в первую очередь, для полицейских и для государственных служащих. Например, был случай, когда Рейхсбергер напал с мачете на госслужащего. Политическая элита пытается выставить Рейхсбергеров единственными, кто в Германии мечтает о восстановлении Рейха. На самом деле все куда сложнее. Надо сказать, что Рейхсбергеры не единственные. Там есть и так называемые движения национального сопротивления, многочисленные свободные товарищества. Вообще внутренняя безопасность Германии до 2000, как называют, партий. Но, конечно, это не партия, это небольшие кружки, 10-30 человек. Вот такая вот сетевая структура. Но мы легко перемножить 2000 даже хотя бы на 30 человек, и мы получим очень значительные цифры людей, которые крайне негативно относятся к современной германской государственности, считают нацистскую Германию своим образцом для подражания, и часто эти люди вооружены. Правый радикализм молниеносно распространяется через соцсети. Туда постоянно загружается видео. Также есть и более секретные средства, например, разные закрытые чаты. Эти люди очень хорошо понимают, что интернет – это прекрасное средство для популяризации их идей. Запретить ту или иную идеологию на уровне мышления человека невозможно, но вы не можете заставить там условия какого-то скинхеда мыслить категориями зеленых. Полностью подарить ту или иную идеологию, наверное, невозможно никогда. Ее можно загнать в подполье. Вот там, в подполье, и рождаются такие конструкции, как нацистская группировка офицеров бундесвера, которая, в случае чего, может послужить политическим инструментом. Западные элиты всегда использовали фашизм, национализм, нацизм в своих собственных интересах, в интересах собственного политического выживания. Они не случайно появляются на сцене в какие-то переломные моменты, потому что они должны помочь западным элитам сохраниться в тех случаях, когда их власти начинают что-то реально угрожать. Если это действительно так, то Германии могут грозить непредвиденные и, возможно, катастрофические последствия. Как показывает история, заигрывание с нацизмом ничем хорошим не заканчивается. Продолжение следует...